Протяжённость Великой реки больше 3,5 тысяч километров, а её возраст примерно 5 миллионов лет. Для Ульяновской области Волга является важнейшей транспортной артерией, а также фактором развития промышленности и туризма. А потому её состояние уделяют особое внимание. Традиционно в середине мая активисты, общественники и служители самых разных структур присоединяются к акции «Дни чистой Волги». «Волга – это визитная карточка Ульяновского, поэтому я здесь очень часто гуляю с друзьями, я считаю, что здесь надо поддерживать чистоту». Больше ста человек вышли на набережную недалеко от спуска Степана Разина, чтобы убрать прошлогоднюю листву, старые рыболовные сети и мусор, который оставляют после себя беспечные горожане. Противовес последним активисты, уверенные природу, важно беречь, а гулять тёплыми вечерами куда приятнее по ухоженным местам. «Мы ходим уже пятый год, когда не организовывали, мы сами организовывали, вот Виновский пляж убирали, потом в прошлом году уже и туда пришла эта акция, вместе прошли. Каждый год нам нравится, здесь собирается народ, весело, и потом чувство удовлетворения от чистоты, от Волги, от нашей матушки». Окрестностям близ Виновской рощи, а также самому лесопарку уделяют должное внимание и в профильном министерстве. Благодаря федеральной программе сейчас на этапе завершения проект по расчистке нефтяного загрязнения на территории памятника природы. Как итог, страдать от последствий перестанет не только почва, но и жемчужина региона – река Волга. Близится к завершению и ликвидация иловых отложений в акватории Юрманского залива. «Это оздоровление Волги и сохранение уникальных водных объектов, то есть всё это в рамках национального проекта Минприрода осуществляется. В частности, ликвидация объекта накопленного в ряда Виновская роща ведутся работы, в этом году они будут завершены. В прошлом году в рамках акции «Вода России» было вывезено более 750 тысяч кубов отходов с берегов наших рек». Защищают от загрязнений не только берега рек, но и их глубины. Волга ежегодно страдает от отходов промышленных предприятий и источных вод. Ущерб от последних поможет минимизировать модернизацию очистных сооружений. Работы планируют завершить до конца 2024 года. «Мы видим, какие стоки из каких различных предприятий, организаций и жителей региона постоянно сливают. Поэтому, естественно, эта задача – это защита наших не только Волги, но и всех водных объектов от этих грязных стоков. Это исполнение лесного законодательства, защита лесных участков, их целевое использование». В зоне внимания река Свияга и Черное озеро. Здесь в течение летнего сезона пройдут субботники. Точки на уборку мусора в профильном министерстве определяют, исходя от запросов жителей области. Ульяновцы оставляют заявку, специалисты ее обрабатывают и назначают место для общественных работ.